Субтитры предоставил DimaTorzok И талантливые в Самаре вручили стипендии городского округа ребятам, отличившимся в учебе, творчестве и спорте. На Елизарово укладывают асфальт, а на Алматинской фрезеруют старое покрытие. В Самаре проводят работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В Самаре сформирован отряд семян космонавтов. Они полетят покорять космическое пространство уже в этом году. В Рио губернатора Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу поправок в областной бюджет. В обсуждении приняли участие исполняющие обязанности первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Наталья Катина, в Рио министра управления финансами Андрей Примилов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Кирилл Князев, председатель счетной палаты региона Ольга Крикова. В ходе совещания рассмотрели параметры бюджета, прогноз поступления доходов, а также резервы их увеличения. Напомню, бюджет Самарской области сохраняет социальную направленность. Говоря о поправках, глава региона подчеркнул, что они принимаются, исходя из изменений текущей ситуации, в зависимости от результатов в конкретных отраслях для выполнения главной задачи – повышения качества жизни населения. Юные и талантливые в Самарском театре оперы и балета чествовали одаренных детей. Ежегодно 50 ребят удостаиваются стипендии городского округа. Получателями становятся те, кто проявил себя в искусстве, культуре и спорте. Победители всероссийских и международных конкурсов и соревнований. На церемонии побывала наша съемочная группа. Десятилетняя Таисия Басина три года занимается в музыкальной школе по классу виолончели. В этом году вошла в число 50 ребят, которые удостоились именной стипендии городского округа Самара. Стать стипендиатом, у меня и у них ребят – это очень почетно. Я хочу сказать спасибо моему любимому преподавателю Зоутову Михайловне, моей маме, которая всегда меня поддерживала. По словам педагога девочки, ребенок – это то, что вкладывают в него родители и учителя. Благодаря особому подходу Ольги Михайловны, ее подопечные каждый год становятся стипендиатами. Это настолько разноплановая, настолько сложная профессия, чтобы получить результат. И она очень многоступенчатая. Охватить все ступени может только человек, который к музыке подходит с точки зрения менталитета. Это вот не просто зубрежка и целыми днями учи одно и то же. Нет, это прежде всего музыка, это занятие для интеллекта. Вообще виолончель – мужской инструмент. И я рада, когда девочки бывают с таким характером, с мужским, со стержнем. И они очень многого достигают. В числе стипендиатов и те, кто создает произведения искусства своими руками. Ученица Центра внешкольной работы «Парус» Виолетта Березовская занимается живописью, графикой и дизайном одежды. Ее композиция из глины в виде орликина на фоне ночного города в прошлом году была отмечена на Всероссийском конкурсе изобразительного искусства. В прошлом году я заняла первые степени в «Жигулевской палитре» в номинации, декоративно-приглотное искусство. И также у меня много разных творческих наград, которые я получила в профильных сменах и просто в конкурсах творческих в разных направлениях. Стипендия «Одаренным детям и молодежи Самары» была учреждена в 2012 году. Ежегодно ее получают те, кто проявил себя в культуре и спорте, победил на всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях. По словам мастера спорта по плаванию Александра Кудашева, сегодня в Самаре созданы все условия для развития спорта, строится инфраструктура. Большое количество желающих заниматься спортом приводит к росту конкуренции. Все это формирует соревновательный дух юных спортсменов. Вот именно из этих факторов важнейших, я считаю, появляются ребята, которые достигают в дальнейшем высокого уровня спортивных результатов, которые могут бороться не только на чемпионатах России, но и на международных соревнованиях таких чемпионов Европы, чемпионат мира. Талант и усердие видно сразу, рассказывает художественный руководитель театра «Грань» Денис Бакурадзе. Очень много зависит от того, насколько ты хочешь, насколько ты вкладываешься. Вот увидеть можно, а дальше все зависит от самого парня или девушки, юного дарования, что с ним получится дальше. Стипендия – это большой стимул. Стимул к тому, что ты занимаешься правильным делом, что ты нашел себя, что ты можешь вырасти большого, хорошего специалиста и профессионала. И есть рядом наставники, которые тебе обязательно помогут. Приветственные слова от имени главы города Елены Лапушкиной зачитала первый вице-мэр Елена Атанова. Я искренне радуюсь за каждого из вас. Вы яркие, талантливые, целеустремленные. Настоящий пример того, что в Самаре растут умные, творческие, амбициозные люди. Уверена, что впереди у вас огромные возможности и грандиозные планы. Я желаю вам никогда не утрачивать вашу искренность, жажду знаний, стремление к творчеству и веру в себя. Пусть ваша жизнь будет наполнена только яркими моментами, успехами и радостью. Церемония вручения стипендии завершилась концертной программой. Галина Топилина, Константин Головин. События. В Кировском районе Самары до конца июня планируют завершить ремонт улицы Елизарова на участке от улицы Победы до проспекта Металургов, а также привести в нормативное состояние Алматинскую от улицы Олимпийской до дома 106 по улице Республиканской. Какие работы на средства нацпроекта безопасные и качественные дороги ведутся на участках сейчас, расскажет наш корреспондент. До конца июня подрядчик планирует завершить ремонт на улице Елизарова. Ее обновляют от улицы Победы до проспекта Металургов. Сейчас там ведутся комплексные работы на средства дорожного нацпроекта. На данном участке идет укладка как верхнего слоя, так и выравнивающего, потому что дорога была в ненадлежащем состоянии и есть участки, которые требуют более сильного ремонта, нежели просто укладка верхнего слоя. В рамках реализации нацпроекта безопасные и качественные дороги дополнительно будет выполнен ряд работ по замене бордюров, пешеходного ограждения, ремонту смотровых колодцев, замену дорожных плит, монтажом антивандальных и антишумовых люков и их выставлением на проектную высоту. А также предусмотрено устройство дополнительных парковочных мест возле детского сада номер 455 и другие виды работ. В общей сложности у нас здесь предусмотрен ремонт проезжей части порядка 9 тысяч квадратных метров, установка дорожного борта где-то в районе 1500 погонных метров, а также ремонт покрытия на тротуарах, это где-то 2000 примерно квадратных метров. Работы ведутся возле социально значимых объектов – школы, детского сада, поликлиники, рынка и спортивных учреждений. Помимо этого на улице Елизарова располагается военкомат, учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, отдел гражданской защиты, администрации Кировского района. За ходом обновления улицы Елизарова наблюдают общественники. Здесь больше ездят люди, те, кто работает на заводе. Прогресс – авиационный завод, гидроавтоматика. До ремонта она была ужасная, ездить было невозможно. Очень трудно, все автолюбители расстраивались, мягко говоря, считая эти ямы. Надеемся, что дорога будет прочная, долговечная. Из-за того, что улица насыщена объектом социальной инфраструктуры и дорожный трафик интенсивный, специалисты выполняют свои работы в ночное время. В дневное время организованы подготовительные работы. По такому же принципу в рамках профильного нацпроекта организованы работы на другом дорожном объекте в Кировском районе. Нормативное состояние приводит улица Алматинскую от улицы Олимпийской до дома 106 по улице Республиканской. Работники приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжей части. Сейчас задействовано где-то 8 единиц самосвалы, фреза, КДМ, щетка, трактор с ковшом. Довольно-таки большой объем работ предстоит по фрезерованию, учитывая то, что существующие продольные поперечные уклоны на проезжей части по улице Алматинской серьезно нарушены. Водотвод не обесвечен, происходят большие застои воды на разных участках проезжей части. Поэтому работа по фрезерованию в первую очередь предстоит выполнить восстановление продольных поперечных профилей проезжей части. Ровность покрытия достигается при фрезеровании. К выходным подрядная организация планирует справиться с удалением старого слоя автодороги и начать обновление люков смотровых колодцев, крышки которых будут антивандальными и антишумовыми. Люки будут подняты на проектную высоту, после чего специалисты займутся устройством верхнего слоя покрытия автодороги. В дальнейшем будут обустроены подходы к пешеходным переходам на всем участке ремонта. Подрядчик специально установит заниженный бортовой камень, что более удобно для всех пешеходов, в том числе маломобильных граждан. Кроме того, согласно муниципальному контракту, отремонтируют тротуар по отчетной стороне улицы Алматинской. Августина Охременко, Игорь Казановский. События. В День России из-за проведения фестиваля авторской музыки «Самфест» в Самаре ограничат движение транспорта по улице Молдогвардейской. С 8 утра до 10 вечера нельзя будет проехать от Полевой до Маяковского. Исключение сделают только для спецмашин, полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны. На этом участке запретят также остановку и стоянку транспортных средств. С 18 часов 11 июня до 22 часов 12 июня. Скорректируют работу общественного транспорта. Временная схема предусматривает объезд перекрытого участка. Изменения коснутся автобусного маршрута номер 24. Горожан просят заранее планировать свои поездки с учетом временных ограничений. Сотрудники ОМОН СМЕРЧ Управления Росгвардии по Самарской области совместно с работниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волгокамского управления Росрыболовства провели профилактические рейды в акватории реки Чегры. Участники разбились на несколько групп, которые патрулировали акваторию с целью выявления и пресечения фактов браконьерства. Мероприятие организовано в рамках операции «Нерест» на Саратовском и Куйбышевском водохранилищах. Было изъято более 200 роколовок. Это правильно называть их многозаходными ловушками. В них попался рак более 120 килограмм в количестве более 3000 газопляров. Мы успели вернуть в среду обитания. Ущерб водно-биологическим ресурсам тем самым не причинен. И в обычное время сети и раколовки являются незаконными орудиями лова. А в период «Нереста» ограничения максимально строгие. Ловить можно исключительно на одну удочку и только с берега. За нарушения предусмотрены как крупные денежные штрафы, так и уголовная ответственность. Объединились для оказания различной помощи тем, кто в ней нуждается. В Самаре соглашение подписали Епархиальный центр и региональный комитет семей воинов Отечества. С начала специальной военной операции они эффективно сотрудничают в сфере оказания социальной, психологической и духовной помощи военнослужащим и членам их семей. Представители епархии не раз приезжали к бойцам на фронт, отправляют гуманитарные грузы. А здесь поддерживают семьи мобилизованных, сопровождают выезды к святым местам. Именно работа по организации паломничества туда, где можно помолиться о здоровье военнослужащих – одна из частей нового соглашения. С первого дня специальной военной операции мы всегда знали, что за нашей спиной православная церковь. Мы отправили огромное количество женщин в паломнические поездки. И все благодаря нашей общей работе. Я уверена, что благодаря подписанию мы сделаем еще огромное количество добрых дел. Делаем одно дело – работаем и приближаем к победе. Будем молиться и объединяться, и помогать друг другу. В этом наш жизненный путь. Я думаю, что Господь зрит на наши добрые дела. Главное, чтобы мы Его не отвергли, а вновь обратились к Ему за помощь. Как всегда было в истории русского народа, в эти испытуемые имена мы взывали к Богу, как последней помощью, надеждой. Регион никогда не отвергал наш русский народ и свидетельствам об этом нашей истории и наши святые. Далее коротко о других событиях этого дня. В РИО губернатора Вячеслав Федорищев возглавит комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте регионального правительства. С 13 по 26 июня на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Это связано с ремонтом первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Так без воды останутся жители и организации в границах следующих улиц. Проспект Карла Маркса, Старозагора, Нововокзальная, 22-го портсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентская, Фадеева. Также в связи с ремонтом теплосетей в Куйбышевском районе горячую воду отключат на Пугачевском тракте, Грозненской, Бакинской, Придорожной и в Молодежной переулке. В рамках ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность с повышенным давлением холодной воды. В Самаре перекрыли улицу Невскую от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской из-за ремонта водовода. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее и выбирать пути объезда. Состоялась жеребьевка группового этапа РПЛ Кубка России 2024-2025, по итогам которой крылья советов попали в группу А. Самарцы сыграют со Спартаком и двумя Динамо из Москвы и Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Даты матчей будут известны позже. Сотрудники Самарского университета сформировали отряд семян космонавтов, которые полетят покорять космическое пространство уже в этом году. Кандидатов отобрали с помощью высокотехнологичного аппарата в лаборатории университета. Какие семена и зачем полетят в космос, узнала Полина Челякова. Семена косатика низкого, который нам известен как ирис, в космосе уже побывали. По возвращении цветы изменили окрас с фиолетового на разные оттенки синего. Сегодня сотрудники лаборатории сформировали новый отряд из 20 семян, которые также отправятся в космос в орбитальную лабораторию Бион-М номер 2. Это семена растений, занесенных в Красную книгу России и Самарской области. Володушка золотистая, пион тонкалистый, катран сердцелистный, а также потомки тех растений, которые выращены из семян, уже летавших в космос в 2013 году. Эти редкие растения являются индикаторами, такими маркерами, что что-то где-то не так. Поэтому, если мы будем использовать настолько чувствительные объекты в космосе, потом их высевать у нас на опытных участках, мы можем более точнее сказать, действительно ли факторы космического полета настолько серьезно влияют на живые экосистемы. Таким образом, мы получим новый фактический материал в рамках космической биологии. Отобрать и подготовить семена для полета ученые смогли с помощью рентгеноскопической установки для неповреждающего скрининга семян. Установка, сконструированная коллегами биологов из Санкт-Петербурга, позволила самарским ученым изучать качество семян растений природной флоры и построить стратегию по сохранению и разнообразию растений Самарской области. Методика вот такого рентгеноскопического осмотра уже стала ГОСТовой, в том числе для семян сельскохозяйственных культур. Чем она хороша? Мы видим семя изнутри, мы сразу можем оценить его качество. Это важно и для того, чтобы семена использовать для посева, и для того, чтобы семена заложить на хранение. Метод не повреждающий, то есть семена от этого не страдают никак, мы их оценили в считанные секунды. Семена из Жигулевского заповедника и ботанического сада Самарского университета отправятся в космос уже в конце 2024 года. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков, События. Гран-при юбилейного 10-го всеармейского фестиваля ансамблей песни и пляски вооруженных сил России завоевал ансамбль воздушно-десантных войск. Лауреатами первой степени стали ансамбли песни и пляски ракетных войск стратегического назначения Северного флота и Ленинградского военного округа. Также победителей выбрали в отдельных номинациях лучший балет ансамбля, лучший режиссер, лучший оркестр, лучший дирижер, лучший художник по костюмам и лучший хор ансамбля. Мы долго шли к этому. В течение пяти лет, как я пришел в этот коллектив, мы стремились взять наивысшую награду, гран-при, и сегодня это случилось. Поэтому хочу посвятить эту награду нашим бойцам на передовой. Военнослужащие, а это около тысячи военных артистов со всей страны, провели более 30 концертов на сцене Самарского гарнизонного дома офицеров, в военных госпиталях и санаториях, а также на различных концертных площадках Самарской области. Артисты представили концертные программы, включающие произведения военно-патриотической направленности, мировой классики, аранжировки народных песен России и мира, а также костюмированные хореографические постановки. В Самаре прошла финальная игра 1-4 Центральной лиги КВН. Семь команд из разных городов России боролись за победу в двух конкурсах – приветствия и музыкальные домашние задания. Кто вышел в полуфинал, расскажем в нашем сюжете. Громкий смех и веселое настроение. В областной столице прошла вторая игра четверть финала Центральной лиги КВН «Самара». Свои номера представили семь команд из разных городов – Самары, Москвы, Батайска, Набережных Челнов и Оренбурга. Наш город выбрали как определенный плацдарм для обучения команд телевизионных игр. Здесь они проходят последнюю подготовку. И на следующий год мы буквально, скорее всего, уверены, что многие команды увидим в телевизионных лигах. Команда «Волга» играет в КВН уже более шести лет. Четверть в финале игры представила номер, поставленный по произведению Михаила Булгакова. Цыгане едут по делам! А куда мы так мчим? Обожаю по вторникам ампар кошмарить! А потом на мойку! Ура! Купаться! Мы надеемся каждый раз на победу. Как бы все делаем для того, чтобы выиграть игру. Но эмоции бывают совершенно разные. Все случается после оглашения результата. Самое главное – кайфануть. Это самый большой подарок для каждого КВНщика. Да. Главное, как говорится, не результат, а главное – путь. Команда «Цветы и шпион» из города Оренбург также прошла в четверть финала и поборола за место в полуфинале. Олег, а ты что, не хвастаешься? Ты же крестился недавно. О, а что так поздно? Да для себя пожить хотел! Пацаны, вы где? Мы здесь! А я здесь. Ух ты! А ты что так тихо подкрался? А я на шифте подошел. Когда ты стоишь на сцене и в зале смеются люди именно от твоей шутки, от шутки твоей команды, вот это главное – не оценки, не победы. Ну, понятно, что финал. Самая сложная эмоция, которую ты можешь вызвать у человека, своим выступлением – это смех. А когда этот смех продолжительный, с накатом, с горочкой, большой, с истерикой, в конце эти эмоции никогда не сможешь забыть и будешь приходить за ними на сцену КВН снова и снова. По итогам игры в полуфинал прошли команды «Волга», «ССП», «Батайск», сборная факультетов «Цветы и шпионы» и «Стелла Магнетик». Теперь они поборются за место в финале Лиги КВН. Августина Охременко, Сергей Баскин, События. В столице региона в свои права вступило самое знойное время года. В ближайшие дни синоптики обещают на термометрах выше 30 градусов. Самарцы рассказали, какими способами они спасаются от жары. С помощью кондиционеров в первую очередь. На пляж не поеду. Квас, да, бывает после пробежки хорошо. На работе включаю кондиционер, открываем окна, спим, накрываясь легким одеялом, ну и все. Остальное – организм борется. В «Волге» всегда купаюсь, но пока еще не начал сезон. В «Волге» прохладительные напитки, кондиционер и на даче бассейн. В «Волге» точно нет, но если так, с детьми. Сама как-то нет. Кондиционер включаю. Я любитель утром поездить на велосипеде по прохладному городу. Поменьше на солнце находиться. Ну, конечно, и кондиционера, ну и как, и водички на себя, и внутрь. Ну, желательно, конечно, в рабочий день находиться в рабочем кабинете, где было бы, да, достаточно прохладно, ну, комфортно для работы. Прохладные напитки, прохладное помещение, душ. Стараюсь выходить рано утром на работу, а вечером вернуться попозже, когда спадает жара. С трудом переносим, честно говоря, жару. Жарко, пьем водичку, гуляем в прохладных местах. Рано утром гуляем и попозже, когда уже прохладно, немножко спадет жара. Ой, я думаю, нужно сидеть дома под кондиционером, либо на любимой работе в офисе. А лучше всего идти на наш красивый пляж и купаться, потому что Волга уже теплая. Едем мороженое, носим кепки, ездим в термо. Кондиционеры, квас, мохито. Можно больше работать, на работе всегда кондиционеры. Зарабатываем на отпуск. Далее вас ждет обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской приглашает стать частью команды развития Самарской области. С 11 июня жители региона могут подавать заявки на участие в пилотном кадровом проекте. В рюк губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул, необходимо всем активным жителям, кто обладает опытом, компетенциями и хочет участвовать в работе по развитию области, дать такую возможность. Прием заявок будет вестись с 11 по 27 июня. По результатам проекта планируется также сформировать экспертный совет при губернаторе и экспертные рабочие группы. Заявки будут отсматриваться и систематизироваться ежедневно и в конце недели направляться в муниципалитет по направлениям деятельности. Уже там параллельно будет вестись работа непосредственно с заявителями. Администрация Красноглинского района напоминает о мерах безопасности, которые нужно соблюдать, когда на улице появляется тополиный пух. Ежегодно он становится причиной возникновения пожара в городе, поскольку легко воспламеняется и горит с большой скоростью. В июне и июле тополиный пух стелется по тротуарам и обочинам дорог. Дети нередко его поджигают. Также причиной пожара может стать брошенный окурок или спичка. Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте делать это детям. Подумайте о собственной безопасности и безопасности окружающих. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в Рио главы региона Вячеславу Федорищеву на прошлой неделе написала мама четырех детей Анастасия Рассказова. Она пригласила его на выписку сына Тимура. По словам руководителя области, несмотря на насыщенный день, он не смог не приехать. Познакомился со всей семьей и поздравил с появлением сына. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин